Здравствуйте! В студии новостей моего дома Светлана Торба. Сегодня мы будем говорить о том, что важно и нужно знать. Мой дом и все о нем. Диеты. С чего все начиналось? Алкоголь в умеренных дозах полезен? Миф или правда? День российской науки. Почему он так важен для нас? Подсчет калорий, отказ от вредных продуктов и питание по часам – это все стало неотъемлемой частью сторонников здорового образа жизни. И мне стало интересно, а откуда появились диеты и почему они до сих пор остаются в тренде? Впервые ограничивать питание для здоровья начали древние римляне. Тем не менее, стандартом красоты у них были достаточно полные люди. Само слово толстый означало изобилие, а худой – нищету и слабость. Культура худобы зародилась в Америке в 19 веке. Мода на корсеты подчеркивала отличие аристократии от простолюдинок. Корсет ломал ребра, приводил к постоянным обморокам, но подтверждал высокий социальный статус его обладательницы. В начале 20 века появляется маленькое черное платье Коко Шанель. Образ зрелой полнотелой женщины больше не актуален. Самым главным становится молодость. Теперь женщинам нужен не внешний, а внутренний корсет, то есть физическое истощение. Коко хотела освободить женщин от корсетной тюрьмы, но способствовала созданию новой – диетической. В этот период появляется все больше способов снижения веса. Например, компания Lucky Strike предлагала сигаретную диету под девизом «Не тянись за конфеткой, возьми сигаретку». Через рекламу женщины внушали, что курение помогает сбросить вес. Так у женщин появляется убеждение, что обществу можно показывать только гладковыбритые, смазанное кремами, украшенное макияжем и стройное тело. Ощущение своей хронической неидеальности – лучший двигатель продаж. Следующим этапом становится появление таблеток для похудения, которые были опасны для жизни и здоровья. Наступает эпоха снижения веса любой ценой. В начале 2000-х годов в Америке стартует цикл программ, потерявшей больше всех. Похудение превращается в шоу и соревнования. Далее трендом становятся белковые диеты. Затем наступает эпоха кето-диеты на одних жирах. Вместе с очередным диетическим продуктом человек покупает мечты об успехе, молодости и красоте. При появлении очередных мыслей о похудении обратитесь к врачу, чтобы узнать, действительно ли у вас есть лишний вес или это всего ли желание соответствовать выдуманным стандартам. Я отношу себя к людям, которые легко могут веселиться без употребления алкоголя. Заодно и здоровье свое берегу. Но недавно услышала мнение, что малая доза алкоголя напротив полезна для организма. Хм, сомневаюсь. Реки и моря проливы, сколько от них вреда, губит людей не пиво, губит людей вода. Как оказалось, у сильно пьющих шансы умереть раньше срока выше на 42%. Но абсолютные трезвенники превзошли этот показатель, у них риск преждевременной смерти выше на 49%, по сравнению с теми, кто пьет немного. В свою очередь, ученые из Калифорнийского университета доказали, что мизерные дозы алкоголя могут удвоить число прожитых лет. Однако медики считают, что о пользе алкоголя кричат лишь те, кто заинтересован в продажах винно-водочной продукции. На стороне врачей и статистики гибель от пьянства и длинный список хронических заболеваний. Представители официальной медицины все разговоры о спиртных напитках сводят к проблеме алкоголизма. Но многолетние исследования ученых по всему миру доказывают, алкоголики составляют чуть больше 1% от общего количества людей, употребляющих спиртное. Мировые ученые придерживаются иной позиции, говоря о том, что алкоголь в умеренных дозах полезен мужчинам после 40 лет. В определенных случаях он помогает справиться с депрессиями, а также избежать преждевременных инфарктов и инсультов. Еще в древности люди знали, что жизнь без алкоголя просто невозможна. Все дело в мире, которую нужно соблюдать. А с этим вопросом предстоит разобраться каждому индивидуально. Сегодня по всей стране отмечается День Российской Науки. Так что не забудьте поздравить всех своих знакомых, профессоров и академиков. А пока давайте вспомним, почему этот день так важен для всех нас. Праздник берет свое начало еще со времен Петра Первого. Именно он 8 февраля 1724 года издал указ о развитии науки, что стало причиной создания Первой Академии Наук и Художеств. Там могли учиться все, кто испытывал тягог знанием вне зависимости от своего финансового состояния. А за хорошую учебу их даже награждали царской милостью и жалованием. И вот к 275-летию Академии было принято решение учредить праздник – День Российской Науки. За все это время отечественные исследователи внесли огромный вклад в развитие химии, физики, астрономии, медицины и других наук. Мы первыми разработали учения о биосфере, запустили искусственный спутник в космос и атомную станцию. Многие открытия, имеющие мировое значение, принадлежат нашим ученым. Среди них такие известны имена, как Ломоносов, Циолковский, Павлов, Менделеев и многие другие. В последнее время количество молодых ученых в России из года в год увеличивается. А приоритетными направлениями сейчас являются поиски способов обработки и хранения информации, создания новых материалов, искусственный интеллект и разработка ресурсосберегающих технологий. Поэтому День Российской Науки особенно важен. Он помогает популяризировать научную деятельность и привлекать к ней молодое поколение. Сейчас мы расскажем о самых интересных вещах, которые происходят в мире. А после вернемся в Красноярск и узнаем, куда и зачем люди отправляют килограммы денег. А также расскажем, как жители выбирали название новой детской площадки. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС приняли участие в летно-тактических учениях в Амурской области. Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Запущенные в серийное производство в 1981 году современные Ту-95МС после модернизации способны нести крылатые ракеты большой дальности. Эти стратегические ракетоносцы оснащены четырьмя турбиновыми двигателями. В кодификации НАТО носят название «Бир» — «медведь». Необычные геометрические узоры появились в заснеженных полях близ канадского городка Шрайбера, провинция Онтарио. Создатель рисунков 62-летний Ким Асмусен, бывший директор школы, решил таким способом побороть пандемическую хандру и, вооружившись снегоступами, отправился творить гигантские картины. Для набросков художник использует специальную программу и на данный момент самым масштабным его проектом является рисунок диаметром около 400 метров. Снег в Пиренейских горах окрасился в желто-коричневый цвет из-за частиц песка, принесенных из пустыни Сахара и осевших на склонах после прошедшего дождя. Помимо Андорры, частицы песка и Сахары также достигли Каталонии, Белярдских островов, Арагона и Валенсии. Кроме того, подобное можно было наблюдать во французских и швейцарских Альпах. По данным метеослужб, добравшаяся до Европы облако песка оказалось одним из самых обширных за годы наблюдений. За сутки на ледяное поле в рыболовецком колхозе «Дружба» на Сахалине попадает в среднем от 180 до 250 тонн рыбы. Здесь она проходит естественную заморозку и только потом попадает на стол к потребителям. Естественный способ заморозки рыбы изначально использовался коренными народами севера – нанайцами, венками и ораченами. Позднее и советские рыболовецкие предприятия переняли этот опыт из-за его экономичности. Особенно такой способ полезен в период путины, когда необходимо заморозить большие объемы рыбной продукции в сжатые сроки. Традиционный японский фестиваль «Мацуки» прошел в префектуре Аомори. Кульминацией фестиваля является захватывающее соревнование по перетягиванию каната на снегу. В состязаниях принимают участие спортсмены в набедренных повязках белых и красных цветов. Фестиваль, который ежегодно притягивает тысячи туристов, в этот раз проводился в вырезанном формате и с обязательным соблюдением всех защитных мер из-за пандемии коронавируса. Любитель зимнего закаливания из Казахстана Каирбек Аяшев устроил новый рекорд республики по стоянию в проруби, проведя в ледяной воде 45 минут. Аяшев уже в третий раз устанавливает рекорд Казахстана. При этом рекордсмен не является моржом и не состоит ни в каком клубе зимнего плавания. Вместо этого Аяшев разработал собственную довольно сложную систему закаливания. Энтузиаст не исключает выхода на мировой уровень в случае, если к его методике в международном масштабе тоже будет интересным. Еще в прошлом году на красноярских столбах появилась новая детская площадка. Мы с племянниками не раз туда ездили, им очень нравится. Только вот название этой площадки сотрудники парка придумать не могли. И на помощь пришли жители города. Детская площадка, которую построили на восточном входе национального парка столбы, получила название Кизямы. Этот вариант победил в итоговом голосовании среди жителей Красноярска. В прислужбе сказали, что в период с 17 декабря по 10 января им прислали почти 300 вариантов наименования площадки. Из них сотрудники Нацпарка отобрали 10 самых интересных, среди которых Гранитики, Кизямушки, Маховичок, Савенок, Восточная Полянка, Собольки и другие. При их отборе сотрудники старались учесть все – и расположение площадки, и назначение объекта, и даже историю этого места. Итоги голосования подводились 25 января. Победил вариант Кизямушки, автором которого стал Герасим Доценко. Он набрал почти 41% голосов, а 1 февраля прошло награждение участников, занявших первое, второе и третье место. Кизямы так исторически именовали это место, а точнее небольшой скальный массив, находящийся чуть выше Гранитного каньона. Известный географ-путешественник Петр Чихачев после посещения столбов в 1842 году писал. Камни здесь взорвали еще в конце 19 века. Их использовали для строительства железнодорожного моста через Енисей и для облицовки Красноярской набережной. Люди со всего края присылали в Шарыповский район копеечные монетки. Их общий вес больше полутора тонн. Но кому и зачем понадобилось столько денег? Целые бочки, которые наполнены деньгами. Здесь монеты номиналом 1 копейка, 5 и 10. Для отца Иоанна и прихожан Свято-Никольского храма эти деньги бесценны. Их переплавят на стопудовый колокол, который установят в храме. Люди со всего мира присылали сюда собранные монеты, а прихожане приносили целые кульки с мелочью. Как только у нас где-то появляются вот эти наши медные копеечки, мы их, естественно, приносим сюда. У нас на работе, зная об этом, что есть, мне постоянно дают эти деньги, вот эти копеечки собираем. Иногда получается, знаете, довольно-таки увесистые бывали. Я не знаю, сколько это было на вес, но это был довольно-таки тяжелый такой увесистый мешочек. Мы высыпали, но считать мы, конечно, не считаем. Нам чем больше, тем лучше. За каждого, кто приносит или присылает свои деньги, здесь молятся как за благодетеля. А за 6 лет удалось собрать уже 1600 килограммов монет. Теперь же осталось самое главное – переплавить все это богатство и отлить колокол. Сейчас настоятель храма занимается поисками завода, который возьмется за такую необычную работу. В крайнем случае, если найти его не получится, то всю эту мелочь храм обменяет на рубли и закажет церковный колокол с изображением Георгия Победоносца. В следующем выпуске мы подготовим для вас еще больше полезной информации. Предлагаем стать соавторами наших сюжетов. Ждем ваши темы и комментарии. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова